Всем привет! Вы смотрите Профитшоу, меня зовут Макс Ищенко. Сегодня наш гость Руслан Синицкий, один из основателей проекта Jalastic. Jalastic – это платформа по разворачиванию джава-приложений в облаке. Здравствуйте, приятно предоставить интервью Максиму. Давно как бы я слежу за DAO UA, даже в первое время это помогло мне стать на свой путь разработки, поэтому для меня это событие в принципе является знаменателем. Так, ладно, все, мы это выдержим. Смотри, вы в Житомире, да, находитесь и в принципе там пару лет назад вообще никто не слышал про ваш проект, а сейчас как-то наоборот, как бы внезапно там Jalastic тут, Jalastic там. Можешь для начала рассказать, что еще раз чуть-чуть подробнее, что такое Jalastic, а потом я тебя расспрошу, откуда он взялся и как все начиналось? Да, конечно. В первую очередь Jalastic – это платформа, которая облегчает жизнь простым разработчикам, которая уменьшает необходимость в наличии высококвалифицированных администраторов. Как она это обращает? За счет автоматизации процессов, то есть есть процессы, которые уже давно всем известны, как их делать, как бы стандартизированы, но они повторяются постоянно людьми. Это, к примеру, настройка балансировки, то есть это всем известный процесс. Мы говорим про веб-приложение, да? Да, мы сейчас говорим про веб-приложение, да непосредственно. На Java? На данный момент на Java, на текущих, но не только, да. То есть вы облегчаете мне жизнь как разработчику, да, сэкономив мне депоймент? Да. Задачи по администрированию? Да, да. До Jalastic необходимо потратить от двух дней до двух недель и иметь еще хорошего специалиста-администратора. С нами это один клик. И вы зарабатываете на чем? Значит, Jalastic – это софтверная компания, в первую очередь. Это не сервисная компания. То есть Jalastic производит софт. Мы делаем софт, который предоставляем уже сервисным компаниям. То есть вы сами хостингом не занимаетесь, да? Мы не занимаемся хостингом. Давите решение какому-то хостеру, который вам платит за использование лицензии, да? Да, да. И он уже берет деньги, конечно… Он уже предоставляет услуги, он предоставляет поддержку, он предоставляет SLA, и он уже тогда… То есть вы хорошо устроились, да? У вас скейл был такой… Ну, в принципе, да. Почему? Потому что мы заметили, это одна из проблем текущих PAS, которые есть. К примеру, все… Текущих чего? Текущих платформ как сервис. PAS. Платформ. Значит, они все базированы на Амазоне. Они находятся в одной точке. Все, вот, к примеру, Hiroko базированы на Амазоне. CloudBiz работает на Амазоне. Амазон, он же у него там куча дата-центров. У него есть куча дата-центров, но если мы будем говорить конкретно о какой-то платформе… там, Beanstalk, к примеру, у Amazon есть свой Beanstalk, он сосредоточен только там в одном месте в Америке. То есть его нет в Австралии. То есть ты как… Ты хочешь сказать, что я как клиент, да, я завязан на Amazon? Однозначно. А в вашем случае? В нашем случае, значит, на текущий момент у нас уже сейчас хостинги подключены Германия, Америка, Россия. Япония запускается на следующей неделе. Мы работаем с Австралией. В общем, это практически покрытие всего земного шара. Окей. Слушай, а можешь рассказать тогда про Японию, про масштабы? Сколько у вас пользователей? Ну, то есть, насколько вы быстро развиваетесь? Почему я спрашиваю? Потому что я прочитал, что, значит, вы получили сначала 500 тысяч сид инвестирования, а потом еще 2 миллиона, да? От российских инвестфондов, да? Соответственно, если они вам дают такие деньги, то очевидно, что уже должен быть продукт, который… Ну, задача, по идее, такие деньги нужны, когда тебе нужно масштабироваться. Слушай, да? То есть можешь рассказать там… Да. Вот совершенно правильно замечено, что деньги были взяты именно под масштабирование, потому что мы проверили как бы первый этап. У нас был диплоймент на двух хостерах, и мы набрали трекшн. Значит, до того, как мы взяли инвестиции, там у нас было порядка 6-7 тысяч пользователей, и наши сервера были просто перегружены. У вас были собственные? Нет, нет, ну те, которые мы как бы взяли у хостеров, да, то есть вообще как бы мы сейчас обучаем хостеров, рассказываем, как это правильно делать, потому что они не понимают, что это такое, как это работать с конечным потребителем. Вот. И вот здесь вот мы столкнулись с проблемой, потому что если мы хотим предоставлять качественный продукт, нам надо научить хостера поставить ему все это правильно, интегрировать его в биллинговую систему. То есть возникает куча дополнительных вопросов, которых не видно… Это… 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 Виртуализация, да? Угу. Значит, я бы сказал, что это продолжение того, что делают Parallels. Я имею в виду, у них та же проблема, то есть они как бы… То есть это софт, который используют хостеры для предоставления… Да. Модель очень похожа с Parallels. Не и даром Сергей Белусов является нашим инвестором, и он дал нам очень много полезных идей. Отлично. Окей, так сколько у вас сейчас тогда масштабы? Ты можешь описать? Значит, масштабы. Значит, во-первых, вот по пользователям у нас порядка 16-17 тысяч бета-пользователей. Это пользователи ваших… Пользователи наших клиентов, да, совершенно верно, да. Значит, порядка… 50 на 50 в Германии и Америка. А кто ваши хостеры? Это какие-то известные… Значит, сейчас Sir Wind, один из очень известных в Америке. И мы очень счастливы с ними работать, потому что очень заинтересованы, мотивированные хостеры. Это очень важно, на самом деле, когда твой партнер мотивирован. Он быстро работает и быстро помогает. Значит, это хост Европы. Это третий в мире хостер… третий в Европе хостер. Также Torosonics – один из популярнейших хостеров в России. Tsukairo – один из самых современных хостеров в Японии. И таких еще достаточно много, да. То есть, так, ну, похоже, сейчас у вас все хорошо. Я сейчас хочу вернуться просто в начало, да. Наверное, там не так все было гладко. А вот эти клиенты ваши, да, хостеры, да, вы их получили уже после того, как у вас были деньги, инвестиции? Или как бы их первые хостеры помогли вам получить инвестиции? То есть, что было раньше? Значит, изначально была идея, потом был прототип, потом был инвестор. Окей, давай тогда сначала. Хорошо. Когда появилась идея, вообще все? Значит, идея появилась в 2008 году. Мы познакомились с одним из основателей, Константин Александров, мой партнер. Познакомились с ним на Хабре, популярный блог. Хабра Хабр, да, все знают. Да, да. Писали как бы статьи и комментировали друг другу статьи. И потом мы сошлись на одной из идей. Мы посмотрели, как бы в это время начали появляться одностраничные веб-приложения. Наподобие Gmail. И под них в то время не было фреймворка никакого, который позволял бы ускорять решение этой проблемы. Значит, и мы сошлись как бы на этой идее и начали делать хайверс. А, то есть, вы здесь, ты в Житомире, да? Да. Я в Житомире, Константин в Воронеже. Воронеже. Да. И вот мы просто удаленно по аське, даже без скайпа, то есть чате, не общаясь, даже голосом, да. Начали, начали, как бы пришли… По программистам. Да, договорились на самое дело, договорились, как бы… Поделились. Да, там поделили, определили, когда, кому чего в этом случае успеха. Ну, как положено. Подожди, вы программистами были? Да. У нас этот бэкграунд какой был? Технический бэкграунд, значит, у меня технический бэкграунд. Я работал в Национальном космическом агентстве Украины. Главный центр специального контроля, Национальный центр данных. Звучит зловещий. Звучит, но очень классная организация. Это научная военная организация была. Мы занимались исследованием землетрясения. Ну, в общем, это не суть. Факт того, что очень большой опыт получил в работе с Java, с серверами и с большим объемом данных. Константин работал в трейдинговой системе. Он создавал программы, которые позволяли торговать на бирже, скажем так. Хорошо, вы познакомились, поделили и начали делать… То есть это был неджелатик, да? Это был неджелатик, это был Hivex, это был набор сервисов. Это очень схожее. Через два месяца Google анонсировал свой Google Application NGI. И мы посмотрели и поняли, что это очень схожая идея. То есть очень схожая идея. Я бы назвал Google Application NGI как Cloud Framework. То есть он более высокий. То есть ты не отрагируешь не машину, а уже какие-то решения? Да. То есть ты просто используешь готовые наборы сервисов и манипулируешь этими сервисами. Создаешь из этих сервисов цепочки других сервисов, скажем так. То есть через два месяца вы поняли, что дальше будет ничего? Нет, мы наоборот поняли, что мы на правильном пути, потому что такая большая компания, такой большой конкурент. И они не могут все предусмотреть сразу. У нас были свои преимущества. И до сих пор как бы у нас есть этот фреймворк, который мы делали. То есть он не умер, да? Нет, он не умер. На базе его сделан джеластик. Окей. Хорошо. Два месяца. Запустился GVT. Да. Вернее не GVT. Гая. Гая App Engine. И что дальше? Значит, что дальше? В это время у меня был уже некий опыт работы со стартапами. И я понимал, что без прототипа просто не привлечь инвестиции. То есть у нас четкое было понимание… Мы сразу понимали, что там нужно… Да, естественно. То есть это изначально было. То есть мы сразу понимали, что нам нужно будет ехать в Силиконовую долину и искать деньги там. Окей. То есть у нас денег не было, но… Денег не было, но… То есть ты работал в этом зловещем институте? Нет, я уже оттуда ушел и работал на другой стартап. Ага. И параллельно… Сколько стартапов? Ты посмотри. Ну хорошо. То есть это же как бы опыт. И предыдущие стартапы дали некий опыт. И вы писали прототип этого продукта? Да, мы писали прототип этого продукта. Значит, мы писали его порядка полтора года. То есть полтора года мы сидели и усиленно его писали. Набирали свой комьюнити, писали документацию. Мы на хабре публиковали очень много статей. Это все для Рунета было изначально? Да, это все было для Рунета. То есть мы понимали, что это… Надо делать глобальные продукты изначально. То есть это все было четко поставлено. Но понимали, что у нас нет ни ресурсов сейчас. И как бы на Рунете можно хорошо откалибровать свою идею. Потому что свои люди… Ну, в общем, это проще было для нас, да. Проще общаться с пользователями? Да, конечно. Мы набрали порядка пяти тысяч пользователей. А это был платным? Нет, это был бесплатный продукт. Это был просто прототип некий. То есть, а как вы все тогда продолжили? Подожди. Как вы жили тогда? Если у вас продукт был бесплатный… Да. Вы еще продолжили работать, что ли? Значит… Константин работал тяжело. Ну, значит… Константин жил на свои сбережения, я так понимаю. Да. У меня была работа, на которой я выкладывался на сто процентов. Плюс еще и ночью работал. То есть, практически я в семье не жил. То есть, в это время я не жил… Еще остался женат? Да. Я остался женат. Я благодарен своей жене за то, что она понимает меня. Просто это было очень непросто. Да. Это было очень непросто. Я еще раз хочу ее поблагодарить за то, что она меня поддерживает. Без нее я бы не смог бы, если серьезно. Вот. У меня дети, еще двое детей, поэтому… Окей. Вот. Значит, мы как бы… Ну, вот… Создали этот проект. И к нам подключился третий партнер. Тоже на Хабаре? Да. Тоже через Хабар. Тоже просто. Ну-ну. Алексей Скутин. Очень классно, что он подключился. Он как раз очень вовремя… Он подключился в тот момент, когда нам уже необходимо было выходить на поиски инвесторов. Да. Алексей более ориентирован на бизнес, на маркетинг. И это как раз то, чего нам не хватало в то время. И он предложил поучаствовать в неких конкурсах. На что мы согласились. Подали заявки в несколько конкурсов. Один из них был Dev Generation 2010. На который как бы его пригласили потом. Он выступил. И на выступлении присутствовал наш будущий инвестор Runa Capital. Они заинтересовались… Это Москве, да? Алексей Скутин из Москвы. Была как бы первая встреча с Алексеем. После этого поговорили. И наши решили пригласить на собеседование. Значит, мы приехали втроем на собеседование в компанию Parallels к Сергею Белоусову и его партнерам. И это был первый раз, когда мы встретились, когда три фаундера друг друга увидели в лицо. И об этом, как бы я знаю, ходят некие слухи, что вот… Ну, как бы ставят пример, что вот люди могут работать удаленно, не видя друг друга ни разу в лицо и получать какой-то результат. Ну, то есть, вы же как-то договаривались, там, те же доли, да? Ну, то есть, все на доверии, на аське, да? Да, все буквально на доверии, на аське. То есть, вот договорились. Самое главное – держать свое слово. Вот это очень важно в партнерских отношениях. Потому что, если ты отступаешь, ты теряешь доверие, и тогда делать совместно ничего невозможно. Ну, да. Ну, да. Ну, тут, как бы… Это же… Это не то, что там привез, продал и ушел. То есть, это долгосрочный проект, и если тебе сразу нет доверия, то… Да. Клес. Хорошо, вы приехали на встречу с Руно Кэпитал, запитчили свой проект, рассказали. И что? Уехали с Тэмшитов? Нет, мы уехали, крутили, как бы… Ну, сказали… Нас показали специалистам, естественно… То есть, которые оценивали именно технологию? Технологию, да, как бы… Говорили, ребята, вы типа лохобаны, ну, грубо говоря. Отлично. Отлично. Ну, это образно, я как бы говорю, да. На самом деле, дали очень… Очень грамотные специалисты были, дали правильных… Много правильных советов, показали на те места, которые у нас не учтены были в этом же фреймворке. Ну, и мы разъехались по… По домам, да. Через некоторое время у нас было второе свидание. С ними же? С другими техническими специалистами. Была вторая серия технического анализа. Опять мы, как бы, получили кучу советов. Были указаны, опять же, на недостатки. И опять мы разъехались. И после этого было третье свидание, на котором мы уже договаривались о совместном… О каком-то совместном сотрудничестве. Ну, в смысле, об инвестициях. Об инвестициях, да. Совершенно верно. Ну, я называю это сотрудничеством, на самом деле. Почему? Потому что это должно быть взаимовыгодно. То есть, потому что одни вкладывают свои ресурсы, другие вкладывают деньги. И если кто-то в этом обижен, то… Ну, плюс люди. Я просто смотрел вашу страничку. Не помню, где-то страничку. Наверное, корпоративную. Там был Белоусов. И там были еще какие-то несколько очень толковых технических и не технических людей. Которые были там, адвайзер-борд или что-то? Да, значит, ну, Дмитрий Чикачев, хочу отметить, очень грамотный человек, который хорошо разбирается в стартапах, в бизнесе. Значит, это создатель базы данных MySQL. А, да, вот. Мико, да? Монти. Монти Видеос. Да. Значит, я общался с этим человеком персонально. У нас прорабатывается концепция с ним на long-term. о создании совместного продукта, да. Но в текущий момент он нам помогает своими советами. Вот. Очень интересный и активный человек. Но клево делать стартапы, потому что если у тебя есть нормальный, если у тебя есть интересный продукт, а если ты кому-то интересен, то ты автоматически привлекаешь внимание таких же людей, с которыми просто интересно общаться и вообще. Да, я согласен в этом. Но хочу здесь отметить, что во время выбора инвестора для нас очень важно было. Мы понимали, что как бы вообще у нас было только буквально одно-два предложения. То есть и… Предложения об инвестициях. Об инвестициях, да. То есть потому что мы планировали как бы немножечко попозже начать более активную фазу. Но мы поняли, что это реально наш шанс. Почему? Потому что Руна Капитал это умный инвестор, который обладает необходимыми ресурсами. Потому что деньги сами по себе это ничего не значит. Очень важны знания, технологии, контакты. Без наличия… Одни деньги, их легко прожечь неправильно. А вот использовать правильно – это очень трудно. И как бы Руна естественно познакомила нас с такими хорошими адвайзерами. Окей, хорошо. Значит, это было первое финансирование, да? Да, это был первый раз. Или G-ластика еще по сути не было? Не было. Был Hilex, мы получили финансы и, значит, естественно… Заняли людей? Мы сначала съехались в одно место. Съехались в Житомир. Был долгий спор куда же ехать, да. Так из Москвы, из Воронежа выбрали Житомир? Алекса мы оставили в Москве, да. Почему? Это стратегическое решение. А вот Константин, мой напарник, переехал в Житомир. Это была долгая дискурсия, но мы сошлись на Житомире. Сняли себе офис с расчетом на то, что мы будем расти. Мы в этом офисе прямо и жили. Это большой, в принципе, дом частный. Мы там прямо жили, ели, спали и программировали. То есть, про работу… Социальная сеть не смотрел, да? Очень похоже, да, очень похоже. Мы вот сутки внутри ходили, да. Я понял. И начали нанимать людей, да? Начали нанимать людей, да. Какой был план? Куда вы тратили эти деньги? Какая была стратегия? Стратегия, значит, вот очень важный момент. Еще надо понять, что… Вот какой я хочу отметить, чтобы молодым людям, может, это поможет. Что наша идея поменялась. То есть, после того, как мы получили финансы, наша идея поддавалась очень серьезному анализу и критике с бизнес точки зрения. То есть, именно с бизнеса. Мы посмотрели то, что мы взяли как бы инвестора, да. Посмотрели, какие есть каналы у этого инвестора. Что мы можем продавать через эти каналы. Потому что идея как бы хорошо, да. Но можешь ли ты ее реализовать с помощью этого инвестора? И вообще, какие у нее перспективы? То есть, где наиболее быстрый путь? И поэтому было подключено в этот период очень много разных технических специалистов. Мы пообщались и немножко поняли. А, плюс мы набрали другой еще опыт в том, что облачные фреймворки наподобие Google Application и NJ. Их боятся люди, потому что ты получаешь конкретный look-in. Да, да. Да. И у нас та же самая ситуация. Люди боялись к нам. К нам не шли как первые адопты, но серьезные проекты они не шли, потому что они боятся этого. Вот. И мы поняли эту проблему. Это было больно менять основную траекторию, но мы в принципе это сделали. На самом деле, у меня там, я готовил список вопросов. У меня был вопрос насчет именно идеи. Потому что я хотел спросить. Первоначальные идеи, они очень часто меняются. Ну, как бы, как поменялось ваше? Поменялось в том, что нам один человек сказал, да, что-то вы тут левое делаете, давайте другое там, вот это хорошо. Мы там сопротивлялись, нет-нет. Ну, в общем, как бы нам не столкнули свою идею. Нас просто покритиковали и показали, где… Нашли вам, да? Да. Показали слабые места, да. Показали слабые места, и мы смогли выдвинуть другую идею. Другую идею, которая, в принципе, вот мы поняли, она начала зажигать реально людей, да. И вообще, а домен мы как купили, это вообще уникальная тема была. Jelastic.com Да, то есть Константин придумал имя Jelastic, Java Elastic, очень удобно. И хорошо звучит. Мы проверяем домен, а этот домен через три дня освобождается. Прям чудо, серьезно. И мы три дня вот прям там в компьютере сидим, чтобы это выкупить. Да, и поймали этот домен, да, вы купили. Бесплатно? То есть, типа за 20 долларов? Да, 20 долларов. Ой-ой-ой. И мы… Стесня. Сигнал. То есть, на это хорошо, да. Вот начали делать. Наняли двух программистов еще. Значит, взяли за основу все наработки, которые были. То есть, мы ничего не выбрали. Хайвекс лег в основу Jelastic. Это позволило, так как этот фрейморк был предназначен для быстрого создания сложных приложений, мы взяли это за основу и очень быстро сделали прототип. Значит, перед прототипом еще я все-таки поехал по хостерам и поспрашивал у них проблемы. Какие есть? Куда поехал? Поехал в Америку, поехал в Европу. То есть, просто приезжал в гости к хостерам, да? Да, приезжал в гости к хостерам. Ну, меня познакомили. Не просто там, здравствуйте, я ваш… Понятно. То есть, просто так не зайдешь? Конечно, да. То есть, меня приставили, я приехал, поговорил, что у них интересное. Приставили инвестора? Да, инвесторы, естественно, да. Я спросил, какие проблемы, то есть, что интересует в будущем, куда вообще думать дальше развиваться. И, как бы, собрав информацию, мы сделали Jelastic после этого. Убедить первого хостера было тоже непросто на самом деле. Потому что новый продукт, и поэтому я здесь признателен в хостерам за то, что они поверили в нас. Что вы им продали? Ну, в смысле, каким образом вы их убедили? Каким образом мы их убедили? Мы их убедили таким образом, что, ребята, вот смотрите, вам ничего не стоит там выделить нам сервера, как бы, зато вы проверите концепцию, будет работать или нет. То есть, дайте нам столько-то железа, а через полгода вы посмотрите. Для вас это может быть большой перспективой в рынке в следующем. Вот. И они, как бы, согласились на это. Ну, вот. Окей. Ну да, хостеры тоже разные. Потому что они, у них большая конкуренция сейчас. И они сейчас конкурируют, маржа, то есть, на кто дешевле сбросит, это уже не интересно. И очень большая жесткая конкуренция. И все понимают, что надо смотреть немножко в будущее. Искать какие-то уникальные вещи. Вот. Если, к примеру, да, в 2011 году у нас было трудности с привлечением, как бы, интереса со стороны хостеров, то сейчас мы оверлоады запросом. То есть, у нас не хватает ресурсов, чтобы быстро устанавливать. Окей. В общем, это все понятно. Есть еще такой вопрос. Или даже такой открытый, на самом деле, вопрос. Как все хорошо я понял. Можешь какими-то поделиться особенно болезненными моментами или какими-то там, ну, не прозрением, ну, какими-то вещами, да, которые были болезненными или которые так чему-то научили? Конечно. Значит, в первую очередь, это надо прятать свою гордость подальше. То есть, это гордость свою прятать подальше. Ну, вот в том, что надо прислушиваться к людям, к тому, что тебе говорят. Потом стараться избегать всяческих конфликтов. Конфликты в команде, это вообще разрушает полностью проекты. Я видел несколько проектов, которые разрушены. То есть, надо стараться держаться хорошей атмосферы внутри команды. Вот. Это, значит, команда – это все, что… это самое главное все, что есть у проекта. Не будет команды – не будет ничего. Вот. Какие еще технологические проблемы могут быть, если концепция не до конца проверена и… То есть, стараться делать более глубокий анализ. Стараться использовать уже наработки, то есть, не делать велосипеды. Потому что много очень сделано, и если брать и аккомпанировать разработки одно с другим, можно быстрее и гораздо получать результат. Вот. Стараться быстро выйти на рынок. То есть, самое важное тоже – время. Время – это очень важный фактор. Чем быстрее выйдете на рынок, потестируете свой продукт, тем точно, тем быстрее вы узнаете, правы вы или не правы. Что работают человеком. То есть, вот это основные вещи, я считаю. Хорошо. Спасибо большое за рассказ. Я знаю… Ну, я думаю, вам нужны разработчики, да? Если нужны, то… Нам нужны. Да. Нам нужны разработчики. Мы ищем таланты. Мы ищем топ-левел. Сейчас в Житомир, да. Возможно, в ближайшем будущем мы будем делать экспансию на Киев. Сейчас у нас в Москве, в Житомире и в Америке офисы. Мы ищем разные таланты. От верхнего, до топ-левел, до простых и активных людей. Поэтому пишите к нам на «Джелластик». Мы готовы рассмотреть любые предложения и найти для вас очень интересную работу. Я хочу сказать, что здорово, что у нас проекты есть типа «Джелластика». И я надеюсь на нашей передаче и вообще, короче говоря, все это движение будет приводить к тому, что у нас таких проектов будет больше. А вам я хочу пожелать удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.